МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Блины и народные гуляния в России отмечают в Масленичную неделю. Цветы для автоледи. Сотрудники ГИБДД поздравили женщин-водителей. Важная победа. Баскетбольный клуб «Атом» встретился с торпедой. Далее расскажем обо всем подробно. В России упростили досрочный выход на пенсию по некоторым профессиям. Председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление, расширяющее варианты досрочного выхода на пенсию для учителей, врачей, летчиков и пожарных. Пресс-служба к обмену уточнила, что теперь стаж работы будут засчитывать периоды обучения дополнительного профессионального образования. Инициатива станет особенно актуальна для тех, чья профессия требует постоянного повышения квалификации. В первую очередь это работники сферы образования и здравоохранения. Раньше в их стаже засчитывалось только время нахождения на работе, периоды временной нетрудоспособности, ежегодные дополнительно оплачиваемые отпуска, периоды перевода беременной женщины на работу, исключающие воздействие вредных факторов, напомнили в правительстве. На время учебы работодатель должен сохранить сотруднику рабочее место и зарплату, перечислить за него взносы на обязательное пенсионное страхование. Право на досрочную пенсию зависит от возраста, пенсионных коэффициентов, стажа, профессии и количества детей. Всего в законе указано более 30 категорий россиян, которые могут ее получить. Помимо педагогов и медработников, в списке также есть водители пассажирских автобусов, мастера на заготовках леса, сотрудники, занятые в тяжелых работах текстильной промышленности. В Нижегородской области новые ковидные послабления. Губернатор Глеб Никитин смягчил требования к организации мероприятий, проведение которых необходимо. При наличии технической возможности все встречи должны проводить дистанционным образом. Если допустим только очный формат, то теперь на таких мероприятиях может присутствовать большее количество людей. Ранее использовали показатель 1 человек на 10 квадратных метров площади помещения. Сейчас этот показатель снижен до 1 человека на 4 квадратных метра. Речь, в частности, идет о таких мероприятиях, как публичное слушание, собрание акционеров и собственников жилья, заседание коллегиальных органов власти. Например, в регионе сейчас реализуется ряд проектов инициативного бюджетирования. Считаю правильным, чтобы у граждан было как можно больше возможности принять участие в выработке решений, отметил Глеб Никитин. Также изменения в указе коснулись проведения церемоний бракосочетания. В залах теперь могут присутствовать до 20 человек, включая ведущего. На открытых площадках до 50 человек, включая ведущего. При этом сохраняются ограничения одновременного присутствия в зале из расчета 1 человек на 4 квадратных метра, а на открытой площадке 1 человек на 10 квадратных метров пространства. Давно хотелось принять это решение. Было много запросов от молодоженов. Весной традиционно все больше пар вступают в брак. Надеюсь, что смягчение ограничений поможет им провести церемонию так, как задумывали, сказал Глеб Никитин. За последние сутки в России выявили 9 445 случаев заражения. В Нижегородской области – 373. В Сарове за день заболели двое. Цветы для автоледи. Сотрудники Саровской госавтоинспекции провели на дорогах нашего города традиционную акцию. Они поздравляли женщин-водителей с весенним праздником, желали данным здоровья, любви и вручали розы. Подробности в следующем репортаже. Вместо проверки документов – приятные пожелания, цветы и комплименты. 8 марта на дорогах Сарова автоледи получали поздравления от инспекторов ГИБДД. Удивление и улыбки не сходили с лиц водителей и пассажиров. С праздником от всего самого-самого хорошего. Спасибо. Не жезла, не гвоздя на нашей Саровской городе. Спасибо большое. Так, с праздничком. Спасибо. Спасибо. Акцию «Цветы для автоледи» Саровские полицейские проводят уже много лет. По словам начальника ГИБДД, женщины на дорогах отличаются аккуратностью и ответственностью. В праздник особенно хочется порадовать и поблагодарить их. Несмотря на то, что им там иногда не достает опыта вот таких экстремальных, может быть, вожденных условиях снегопада, но тем не менее они намного-намного порядочнее и, скажем так, более законопослушнее, чем мужчины. И чем больше женщин будет на наших дорогах, я думаю, тем они будут безопаснее. Сегодня было у всех прекрасное настроение. Вот самое главное, чтобы наши водители и не только женщины, но и мужчины самим дали правила дорожного движения. Госавтоинспекторы также напомнили участникам о безопасности, о том, что нужно быть предельно внимательными, не садиться за руль в нетрезвом состоянии и соблюдать правила дорожного движения, особенно в праздничные дни. В рамках программы инициативного бюджетирования «Вам решать» в Сарове могут быть реализованы 11 проектов. Департамент городского хозяйства отобрал 11 заявок, которые претендуют на получение софинансирования с городского и областного бюджета. Общая стоимость проекта – почти 44 миллиона рублей. Результаты отбора станут известны в мае. Напомним, что за последние пять лет конкурсные заявки администрации города удовлетворяли в полном объеме. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Аномальные для весны морозы ожидают в Нижегородской области на этой неделе. По данным Верхневолжского гидрометцентра, в среду столбики термометров опустятся до отметки минус 19. Осадков не будет. В ночь на 11 марта в некоторых районах региона будет минус 26 градусов. Потеплеет в конце недели. Согласно информации сервиса «Яндекс.Погода», в воскресенье днем будет минус 2. Пройдет снег. Магнитное поле будет спокойным. С 11 по 25 марта в Центре занятости населения Срава пройдет ярмарка вакансий учебных рабочих мест. Специалисты окажут помощь гражданам в поиске работы. Расскажут о положении на рынке труда, курсах повышения квалификации и профессиональной подготовке для безработных граждан. Ознакомят с банком вакансий. Соискатели смогут пройти собеседование с работодателями, освоить навыки составления резюме, проконсультироваться с юристами. В марте в каждом населенном пункте Нижегородской области стартуют отборочные туры 10-го всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Его участниками могут стать ребята 10-17 лет, которые любят книги и с удовольствием делятся прочитанным со сверстниками. Муниципальный тур – последний перед решающим чтецким батлом. Трое лучших чтецов будут представлять свой город, село или район в региональном этапе крупнейшего литературного проекта страны. Финальный этап вручения специальных призов победителям в 2021 году впервые пройдет на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Более подробную информацию можно найти на сайте youngreaders.ru В России отмечают Масленичную неделю. Сегодня Масленица – самый известный славянский праздник, а его традициях знают и взрослые дети. Масленичную неделю часто называют «сырной седмицей» из-за того, что в этот период нельзя употреблять в пище мясо, но можно и нужно сыры и другие молочные продукты. У каждого дня есть собственные названия, характерные предметы и ритуалы, которые принято соблюдать. Масленичная неделя – одна из тем по программе направления «Музыкальный фольклор» в ДШИ номер два. Воспитанники изучают новые песни, вводят хороводы, готовят угощения. Праздничные народные обычаи ребята соблюдают каждый год. Здорово, так это интересно, когда наши дети знают наши традиции, поют песни, танцуют. Для чего это вообще делается? Ведь наши предки были очень умные, очень мудрые люди. Для объединения, для дружбы, для сохранения. И все это шло в параллеле с природой. У каждого дня масленичной недели свое название. Их воспитанники знают наизусть. Катя Хатунцева на масленицу печет с мамой блины. Играет в народные забавы с друзьями. На масленицу провожают зиму и встречают весну. Первый день ее встречают, во второй день гуляют, в третий едят блины. Второклассники направления музыкальный фольклор отправили видеовыступление на 5-й областной фестиваль «Широкая масленица». Его можно будет увидеть в рамках всероссийской акции «Народная культура для школьников» 13 марта на официальной странице регионального управления культурно-образовательными проектами. 8 марта днем все водители, которых останавливали сотрудники ГИБДД для проверки, были трезвыми. А вот в ночь перед праздником после него статистика пополнилась очередными нарушителями. Всего за неделю полицейские задержали 8 сыровчан, севших за руль автомобиля пьяными. И двоих с признаками наркотического опьянения. Чем еще запомнилось минувшей недели сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Всего одно ДТП с пострадавшим зафиксировали за неделю полицейские. Мужчина припарковал свою машину на улице Духовой и пошел по краю проезжей части, чтобы перейти дорогу. Но оступился и упал. Поскользнувшись, совершил падение и ударился ногой о проезжающую мимо автомашину. В результате чего получил телесное повреждение в виде ушиба одного из пальцев стопы. Скорую помощь на место ДТП вызывать не стали. Позже мужчина почувствовал боль в левой стопе и обратился в приемный покой КБ-50. От врачей сотрудники ГИБДД и узнали о дорожном происшествии. Степень вины каждого из участников ДТП полицейские установят в ходе административного расследования. 15 протоколов составили на водителей за управление автомобилем с тонированными стеклами, которые не соответствуют требованиям технического регламента. Светопроницаемость чаще всего нарушается передних боковых стекол автомобиля, то есть стекла передних дверей. Светопроницаемость этих стекол не должна быть ниже 70%. Такая пропускная способность света заложена во всех автомобильных стеклах заводского производства. Наклеивание тонировочной пленки снижает видимость и может стать причиной ДТП. При проверке полицейские составляют протоколы о нарушении и выносят постановление. Наряду с этим сотрудник полиции, который возбудил дело, выносит требования о прекращении противоправных действий и дает сутки на устранение выявленных нарушений. Если водитель не снял тонирующую пленку со стекол, то ему грозит более серьезное наказание вплоть до административного ареста на 15 суток за невыполнение законного требования сотрудника полиции. Улица Колхозная, Лермонтово-Театральная. В проекте «Пешком по Саролу» мы гуляем по городу и знакомимся с его улицами, домами и знаковыми местами. Телеэкскурсии уже проходили на Монастырской площади, в сквере за художественной галереей, в Музее народной игрушки у памятника Максиму Горькому. Новый выпуск будет не совсем обычным. Ведущая программы Анна Пилипец вместе с публицистом Иваном Ситниковым отправится на прогулку по улицам, которых нет. Аккуратно за красными общежитиями пролегала улица Лермонтово. С частными одноэтажными деревянными домами. И в 81-м году я еще на этой улице гулял на веселой свадьбе своего друга. Вот она здесь и пролегала. Но, к сожалению, этой улицы, улиц Лермонтово, сейчас уже нет на карте города. Отправиться в путешествие вместе с ними вы сможете уже в этот четверг, 11 марта в 19.45 на канале 16, а после и на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. В минувшие выходные хоккейный клуб «Саров» провел очередную игру на выезде. Соперником «Саровчан» стала кстовская команда. Счет игры 5-2 в пользу противника. Наша команда сейчас находится на последней строчке турнирной таблицы чемпионата Нижегородской области в высшей лиге. В субботу хоккейный клуб «Саров» проведет последний домашний матч перед серией плей-офф. К нам приедет «Спарта» из «Вачи». Напомню, в последней игре с ними «Саровчане» проиграли со счетом 3-4. Начало матча в субботу в 13 часов. Билеты можно купить на портале «Умный Саров» либо в кассе «Людового дворца» перед матчем. Очередная победа обеспечила «Саровчанам» первое место в турнирной таблице чемпионата области по баскетболу. Они провели матч с одной из сильнейших команд «Торпеда» из «Павлова». Игра выдалась эмоциональной, напряженной. Половину матча соперники шли вровень и не хотели уступать. Лишь в третьей четверти произошел перевес сил. Подробности смотрите далее. С разрывом в 30 очков завершилась встреча баскетболистов из «Сарова» и «Павлова». Во второй половине игры гости только догоняли и пытались хотя бы сравнять счет. Но «Саровчан» было не остановить. Счет был достаточно приемлемый для того, чтобы уходить в концовку и цепляться за результат. Ну а в четвертой четверти, цевент говоря, мы просто развалились. Поэтому счет на табло такой. Да не приличие. Не хватило игроков. Есть травмированные игроки. Есть один диспульсивный игрок. В принципе, ключевые игроки. Даже малым составом гости показали хозяевам, что игра будет интересной и сложной. В начале матча обе команды шли наравне. На каждый заброшенный в корзину мяч соперники отвечали контратаками и точными попаданиями. На счету только одного снайпера из торпеда 20 из 68 забитых очков. Команды очень колючие, кусачие, быстрые, бегущие. Которые здорово прессингуют и тренер у них прекрасный. Мы знали, что они будут бежать, будут нас прессинговать. Мы к этому готовились. У них также есть снайпер великолепный. Это Дима Почурин. Он играл за нас на суперфинале в Севастополе. Второе дыхание у саровчан открылось только к четвертой четверти. Они поймали домашний кураж и начали забрасывать трехочковые. Только в заключительной четверти игры баскетболисты заработали 37 очков. После проигрыша «Атома» торпеда спустился в турнирные таблицы чемпионата на одну строчку вниз. У нас осталось две игры. Я думаю, что выше мы уже не поднимемся. Можем быть третьим или четвертым. Я надеюсь, что мы будем третьим. Ну а там дальше уже будет плей-офф. Будем бороться. В финал восьми будут играть четыре команды, занимающие верхние строчки турнирной таблицы. Победитель турнира получит звание чемпиона Нижегородской области, а также место в финале Приворского федерального округа чемпионата межрегиональной любительской баскетбольной лиги. Но впереди еще несколько матчей и предсказать исход чемпионата сложно. Очень интересный чемпионат в этом году. Три команды даже идут вверху таблицы с двумя поражениями. И сейчас ситуация таким образом складывается. Если мы все домашние игры выиграем и последнюю игру фестового, то мы будем первые в регулярном чемпионате, что даст нам преимущество играть дома уже в раунде плей-офф, четвертьфинал и полуфинал. Благодаря домашним матчам «Атом» теперь занимает верхнюю строчку турнирной таблицы. Следующий матч саровчане сыграют 20 марта с баскетболистами из Розамаса. Команда «Газэлектроника» находится на втором месте. Для саровчан это будет возможностью взять реванш, так как выездной матч они проиграли. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала 16, социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук, Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски, авторские программы в удобное для вас время. В студии работала Екатерина Опенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова